Здравствуйте, дорогие зрители! Школа позади навсегда, а впереди лето и институт. Сразу хочу сказать, что лего-анимации в этом году не будет. К сожалению, на неё уходит очень много времени и сил. Например, для съёмок последнего мультика третьей серии перезапуска антибакры «Скуй» я провёл со столом съёмок и ноутбуком на монтаже. Нон-стопом. Все зимние каникулы, день и ночь. Отвлекаясь только на сон, 6-7 часов в день и еду. Но в итоге провёл где-то 140 часов. Да, сейчас у меня появился Adobe Premiere и After Effects, и всё вроде как стало проще. Хрен аздо! Лучший ноутбук, которому мы себе можем позволить, который у меня есть, это Lenovo Legion Y520. К сожалению, просто умирает даже от не самой сложной графики, которая сделана из фотографий и анимирована встроенными функциями того же премьера или After Effects. И вторая причина – это отсутствие деталей. Скажем так, я не гоню за просмотрами, вы это знаете, поэтому стараюсь получать удовольствие от создания мультиков сам. А хочется построить сцену, чтобы, я не знаю, ну хоть чуть-чуть тебя удовлетворяло и позволяло хоть частично воплотить какой-то творческий и визуальный замысел. Хотя, да, даже если у меня и появятся детали, то дальше всё застопорится на монтаже и застопорится окончательно. К сожалению, я уже получал синие экраны за перегрузку системы и получал не раз. И если я теоретически могу заказать детали на какой-нибудь там приклинке, то на новый ноутбук уже поможет только чудо окончательное. Тем не менее, из чего делать контент, есть. Довольно-таки давно я получил, скажем так, в подарок от соседа, который, видимо, посчитал, что из лего уже вырос коробку. Не было хреново, туча, лего несовместимых деталей от Бан Бао и вообще неведомых вещей, которые то ли конструктор, то ли не конструктор, непонятно. Обзор на эту посылку я делал, но решил его не выкладывать, потому что получалось 40 минут скучной болтовни. Вот примерно как вот здесь. Вот. И всё же того, чтобы там было лего совместимым, мне хватило для того, чтобы сделать несколько самоделок. Может, они не очень красивые, пёстрые, но зато они хотя бы симметричные. У них есть какой-никакой функционал. А также мне это и хотелось, чтобы доделать некоторые уже существующие самоделки. Они стали более вооружёнными и менее пёстрыми. Пусть и ненамного. Главное, я полностью избавился от пластилина в некоторых конструкциях. Да, конечно, офигенное достижение для 17-летнего старика. Посылку я эту получил, конечно, давно. И вот это всё делал в перерывах между домашкой, школой и подготовкой к экзаменам. Да, надеюсь, себе строчный аттестат этого стоил. Итак, сейчас мы плавно переходим к, пожалуй, самой печальной новости. Дело в том, что армия растёт, а квартиры нет. И последней каплей в этом деле стал неожиданно большой боевой марсоход. Моей Лего-армии 2019 не будет. Будет только слайдшоу пехоты и техники. Если вы захотите, пишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Хотите вы это в таком формате или нет. Так вот, если кто видел мою Лего-армии 2018, на ней с начальной фотки видно, что она будет из себя представлять. На полу самой большой комнаты они ютятся, как кильки в бочке. Сливаются за стенами, мебелью, полом. Отражаются от ламината и вообще от всех покрытий, которые только могут отражать свет. И это выглядит просто ужасно. В глазах рябит невыносимо. Разглядеть что-либо невозможно, потому что на экране всё мелкое, всё рябит, всё отражается. Бесконечная куча разноцветных пикселей и боль, боль, боль. И на этом, пожалуй, всё. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. И спасибо за просмотр.